Меня зовут Юлий Микельевич Длецкий, я из города Санкт-Петербург, мне 25 лет. Я владею различными немотехниками, и моя уникальность, на мой взгляд, заключается в том, что я, используя различные техники, могу посмотреть на ситуацию с разных сторон, увидеть те детали, которые не видят другие, запомнить их, анализировать их, объединить их в одну целостную картину и решить поставленную мне задачу. Я с 4 лет занимаюсь самопразованием, являюсь самоучкой, и для этого мне была дана полная свобода. «Интеграл» я начал водить в 12 лет, в 14-м году я уже владел шестью языками, к 16-м годам у меня уже было две научных работы, которые уже были опубликованы. С детства я понимал, что я отличаюсь от сердцем, и меня это абсолютно никак не беспокоило. Увлекаюсь легкой атлетикой, являюсь действующим кандидатом из спорта ЦСКА Москва. Первый раз я по плаванию, третий раз я по фехтованию, и пятый раз я по шахматам. Я мог бы жить где угодно, и более того, я уже жил и в Великобритании, и в Голландии, и во многих других странах. Но для себя я выбрал именно Санкт-Петербург, потому что город обладает просто невероятной энергией, столько тайных знаний, которые прячутся в стенах этого города. Моя цель заключается в том, чтобы показать людям, что они могут структуровать свои мозги правильно, и тем самым облегчить свою жизнь, сделать все более качественной, и, конечно же, быть более здоровым. Встречайте Юлий Миткевич-Долецкий! Здравствуйте, Юлий! Здравствуйте! Наш участник уверен, что сможет детально описать любое действие, которое увидит перед собой. У нас было много вариантов, как именно проверить способности Юлия, и мне кажется, мы сделали правильный выбор. Сейчас мы с вами увидим выступление цирковых артистов. А спустя три минуты Юлия ответит на вопросы, и мы поймем, удалось ли ему детально запомнить все увиденное. Дамы и господа, добро пожаловать в цирк! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо вам огромное. Спасибо большое цирковым артистам. Шквал аплодисментов для вас. Прошу вас, Юлий, займите, пожалуйста, место на тумбе спиной к цирковым артистам. Пришло время серьезной работы. Я буду задавать Юлию вопросы, а он попробует ответить на них с помощью своей фотографической памяти. Итак, вопрос первый. Какого цвета скатерть на столе у фокусника? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бордовая с немного желтым. Бордовая и немного желтого. Сейчас проверим, правильный ли это ответ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это правильный ответ. Второй вопрос. Сколько цирковые артисты использовали хулахупов? Сколько у них было хулахупов? Шесть. Шесть? Три, когда вращали. То есть три девушка вращала в виде шарика, шесть было на ней. Шесть и еще три? Да, в виде шарика просто смотанных вместе. Ага, понимаю. Правильный ли это ответ? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это тоже правильный ответ. Два из двух. Третий вопрос. Мы продолжаем. Сколько колец было на пачке у балерины? У нее было четыре. Итак, ваш ответ четыре. Там было несколько. Несколько слоями. Так, четыре. Проверим, правильный ли это ответ. Это правильный ответ. Следующий вопрос. Вопрос заключительный. Какие аксессуары были на пуделе? Чёрный бант на шее, зачем он был похож на пуделя Артемона из Буратино? Правильный ли это ответ? Это правильный ответ. Аплодисменты нашему участнику. Юлии Миткевич-Долецкий. Удивительные люди. Юлии, зал встал в вашу честь. Ольга. Что я могу сказать? Я могу только спросить. Какого цвета украшения у девушки, которая жонглировала кольцами? А украшения что вы имеете в виду? На шее. Ага. Если я не ошибаюсь, это было такое голубое колье. Будьте любезны, подойдите к нам поближе. АПЛОДИСМЕНТЫ Мисс Марпл. Голубое, действительно. Спасибо вам большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот у меня другой вопрос возник. Да, Александр? Какой след от увиденного у вас в памяти? Как вы это себе представляете? Вы что, видите цветную картинку? Я представляю, что каждый стоит в одной определенной позе, в каждой из комнат дома, где я живу. Я не первый раз уже слышу про дом, в котором я живу. Я начинаю понимать, что в этом есть какой-то элемент техники в осенье. Конечно. Я думаю, что Юлию лучше объяснить, чем я. Но это, наверное, одна из самых старейших техник. Конечно. Расставить предметы, это идет к античной традиции. 2500 лет. 2500 лет, да. Странным образом, насколько я помню, после крушения здания античный такой мыслитель нашел людей, погибших по их расположению вокруг стола. Тогда родилась идея, что можно мысленно расставить предметы в какой-то виртуальной комнате. Евгений? Это безумно интересно. Это, во-первых, вообще в целом красивый очень номер был. И вы очень крутые, и меня удивили. Спасибо. Спасибо вам. Аплодисменты Юлию. Это удивительные люди на канале Россия. Давайте продолжим удивляться. Аплодисменты Юлия.